всем мира и добра и благословений в наступившем новом году отвечаю на следующий вопрос просят пояснить меня как я понимаю 1 петра 3 глава начиная с 18 стиха заканчивая последним 22 стихом что же здесь говорится следующее о том что иисус чтобы нас привести к богу пострадал за наши грехи праведник за неправедных был умершлен по плоти но жив духом которым он то есть духом и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал из этого стиха мы видим что иисус христос когда висел на кресте говорится что он испустил дух и сказал следующие слова в руки твои предаю дух мой и мы видим что иисус христос он сошел духом с креста не по плоти духом тело его осталось на кресте но духом он сошел в преисподние места земли то есть он нашел он сошел в темницу в духовную в темницу в преисподнюю и сойдя проповедовал там ну не сложно догадаться чем он проповедовал он проповедовал евангелие он проповедовал исполнение писаний и пророчеств которые были сказаны о нем за несколько сотен лет проповедовал он тем кто был непокорен и ожидали и ожидавшему их божьему долготерпению во дни ноя то есть начиная со времен ноя вы помните что мир во времена ноя не послушал ноя и его послание было причем на смерть спасанной и тех кто был с ним в ковчеге и так в котором немногие то есть восемь душ спаслись от воды так и нас ныне подобно этому образу крещения не плотской нечистоте и мытья но обещание богу доброй совести спасает воскресением иисуса из мертвых так вот писание здесь показывает что иисус пострадал для того чтобы мы жили вечно жили благодаря его смерти и его воскресению благодаря его духу который приходит в нашу жизнь также здесь мы видим что иисус духом сошел в преисподнюю и проповедовал там и вы помните что когда иисус воскрес то слона авраамова он вывел вместе с собою с ним воскресли и святые и сказано явились во святом граде многим так вот при воскресении иисуса был воскрешен не только один иисус но и святые находящиеся на авраамовом лоне поэтому иисус сошел туда и дал там свидетельство то есть проповедь евангелия у иисуса не закончилась так скажем с его смертью и распятием он и духом когда вышел из своего тела духом сошел в преисподние места и свидетельствовал там что он есть исполнение писаний ну об этом несложно так скажем догадаться потому что иисус должен был засвидетельствовать недаром говорят следующие места писания что перед именем иисуса преклонится всякое колено небесных земных и преисподнюю так вот свое время иисус сошел в преисподнюю на лону авраамова которое было отделено так скажем от того места где мучились грешники вы помните иисус рассказывал эту историю о богаче и бедном лазаре до который находился на авраамовом лоне богач там будучи плохим человеком то есть он был в аду так скажем не потому что он был богат и потому что он скорее всего он был грешен и был безбожник это не означает что все богатые идут в ад в ад идут грешники но это другая тема проповеди но думаю также полезно для вашего сердца поэтому иисус оттуда вывел слона авраама вывел святых и земля поколебалась вы помните и многие тела святых которые были мертвы ранее воскресли и явились святой город так вот иисус вывел праведников оттуда с авраамова лона и здесь говорится что этому подобную образу крещения выше говорится о водном крещении во времена ноя когда земля пережила символическим языком гаря свое водное крещение то же самое с нами когда мы принимаем водное крещение соответственно во имя иисуса христа как говорится в книге деяний 238 это не омытие плотской нечистоты и даже скажу это не омытие твоих грехов вода она не смывает грехи грехи из тебя снимает твое собственное исповедание своих грехов перед иисусом христом принятие иисуса своим господом и спасителем и отождествление твое личное с господом с его жизнью смертью его евангелия из его воскресения и через дух святой ты соединяешься с иисусом так вот и водное крещение говорится это не омытие всякой нечистоты но это обещание богу доброй совести то есть когда ты вступаешь завет с господом и таким образом ты спасаешься воскресением иисуса христа который в свою очередь как говорится ниже вошел на небо и пребывает одесной бога и которому покорились ангелы власти и силы так вот следующий стих 22 часто в христианстве неправильно на мой взгляд воспринимают верующие думают и часто рисуют бога на картинках например там свидетели голы нарисует бога отца виде такого старенького дедушки с бородой старичок такой значит который вот в небесах рядом с ним рисуют молоденького сына его то есть иисуса которого он сотворил видит творение вот сотворил его своим словом вот и сделал его своим творением своим сыном вот они думают что вот бог виде старенького дедушки в небесах сидит на облаке вот она облаке у него трон и вот он где-то там в небесах но на облаке значит сидит в виде старичка но бог это не старичок на облачке как его изображают на христианских картинках. Бог это Дух. И говорится, что Иисус, когда вошел на небо, прибывает Одесную Бога. Слово Одесную имеет несколько значений. Одесную означает рядом, ну, к примеру, справа. Одесную также означает власть, силу и авторитет. Поэтому Иисус имеет всю силу, всю власть и весь авторитет, так скажем, который есть у Господа Бога. Иисус пребывает на небе Одесную, и Иисусу покорились все ангелы, власти и силы. Если мы будем говорить о Господе Боге, то есть об Отце, некоторые думают, как я уже сказал, что Бог Отец это дедушка с бородой, старенький такой, сидит на небесах, значит, на облачке, на троне и в короне, да, рядом его молодой сынок, который является его творением. Но Писание не так нам показывает. Писание говорит, это Бог есть Дух. Бог есть Дух, которого не вмещают небеса небес. Бог Он невидимый. Бог Он выше своего собственного царствия. Бог находится не только в своем царстве, но Он находится снаружи своего царствия, потому что Бог Он больше самого небесного царствия. Все само небесное царство, можно так сказать, находится внутри Бога, в Его мыслях, в Его разуме. И сам Бог находится в своем царстве и вне своего царства. Ну, потому что Бог превыше всего. Бог превыше своего творения. Здесь все понятно. Поэтому Бога написано никто и никогда не видел Духа. Его даже ангелы не видели. Говорится, что Он пребывает в неприступном свете. Но Иисус, говорится, это образ этого невидимого Бога. Невидимого Бога, который имеет все величие и всю власть. И вот Иисус, Он пребывает одесную этого Бога. То есть Иисус является образом этого невидимого Бога. Ну, я думаю, так все просто, на мой взгляд, здесь говорится. Ничего сложного нету в этом месте Писания. Итак, 1, 18 стих. Иисус через свое страдание привел нас к Богу. Первое. Умер по плоти. Духом, следующее, сходит в преисподнюю. Отнимает у дьявола всю власть, силу. Подвергает его позору. Триумфально воскресает. Выводит пленных и измученных на свободу. Ну, это Он совершал во время Своего земного служения. Из темницы Он выводит из этого духовного измерения святых. Они с Ним воскресают. И свидетельствует также тем, кто не каялся во дни Ноя и находятся те, которые сейчас в аду. Приводит апостол Павел параллель на водное крещение, которое символизирует нашу смерть, сораспятие с Иисусом и отождествление с Иисусом. А также показывает власть и положение в небесном царстве Господа нашего Иисуса Христа. Кстати, еще в послании Ефесянам Павел сказал, что Бог избрал нас в нем, во Христе, прежде создания мира. И посадил нас в нем, во Христе, в небесных местах. То есть, здесь также проходит прекрасная параллель, что Церковь Божья имеет ту же самую власть, которую имеет и Господь наш Иисус Христос. Потому что все, что есть у Него, подарено также даром по благодати и нам. Я желаю вам всех благ, успехов и счастья в Господе нашему Иисусе Христе. Аминь.